В январе традиционно в Беларуси празднуют День Белорусской Науки. И сегодня мы пригласили на чашку кофе Яковс белорусских женщин-ученых, заведующую научно-исследовательской лабораторией молекулярной генетики и биотехнологии, кандидата биологических наук Ирину Феклистову и доктора физико-математических наук, начальника главного управления науки Белгосуниверситета Татьяну Дик. Доброе утро! Доброе утро! В первую очередь, позвольте поздравить вас и ваших коллег с вашим профессиональным праздником. Расскажите, пожалуйста, чем гордится белорусская наука? Наверное, научными достижениями. Мне кажется, что это самый правильный ответ будет. А какими? А какими? Погласитесь за всю белорусскую науку. За всю белорусскую науку. Ну, честно говоря, во-первых, очень приятно, конечно, когда молодые люди работают в науке, и у них есть результаты. Мне кажется, что вот Ирина расскажет. О своих результатах? О своих результатах. Она сама молодая ученая у нас. Это наша гордость нашего университета. Но когда молодые люди приходят в науку и действительно с увлечением ей занимаются, и есть серьезные результаты, которых можно рассказать, то, конечно, это, наверное, вот и есть та гордость, о которой вы спрашиваете. Вы так стрелки перевели. Ирина, похвалитесь за всю белорусскую науку. Чем вы можете похвастаться? За всю белорусскую науку я, конечно, не похвастаюсь, но я с удовольствием расскажу о нашей последней разработке, внедренной в производство в Республике Беларусь. Это микробиологическое удобрение жителей. Еще раз повторю, что это первое в Республике Беларусь микробное удобрение, комплексный препарат, который предназначен для восстановления питательных свойств почвы, а также для улучшения ее качественного состава. Вы представляете, как почвенники сейчас смотрят нашу программу и вот прямо вырастают ушами в телеэкран продолжать? Такое улучшение состава обеспечивается за счет того, что препарат приводит к ускорению разложения стерни и соломы, которая осталась на полях после уборки урожая. Ну и кроме того, живые бактерии, которые входят в состав такого препарата, попадая в почву, подавляют развитие возбудителей заболеваний сельскохозяйственных культур, тем самым приводя к оздоровлению почвы. И, конечно, немаловажно то, что применение такого препарата очень экономически выгодно, поскольку на обработке одного гектара мы тратим только 3 литра. То есть будет больше урожая, будем меньше жить. Меньше колорадского жука, да? Соответственно. Конечно, да. Чем меньше вредителей, тем больше урожай. То есть надои О и зарплаты О. Я вот все ждала, когда Дима это сделает. Ирина, Татьяна, позвольте осыпать вас комплиментами, потому что мы-то привыкли, что только мужчины какие-то хвастаются достижениями в науке. Как вы пришли в эту профессию? Во сколько лет можно записаться в мужчину? Ну, если говорить обо мне, то я не могу сказать, что наука это то, о чем я мечтала буквально с пеленок. Наверное, не очень... С ума судьбинушка завела? Нет, нет. Мне просто нравилось учиться и узнавать что-то новое. И, конечно, так сказать, шаг за шагом... Ну, как же быть актрисой, все девочки мечтают певицей. Певицей, манекенщицей, в конце концов. Вы знаете, вот как, наверное, судьба меня обделила в этом плане. И мне как-то нравилось учиться в школе. Вот в школе мне нравилось учиться. Ну, школа кончилась медалью, и поэтому, конечно, встает вопрос, как поступить в ВУЗ. Но какой лучший ВУЗ? Конечно, в Белорусской государственной университете. И, конечно же... С красным дипломом? Ну, конечно. Ну, по слову, вы сказали всем, с вами скучно, я ушла в науку. Нет, мне знаете, что сказал декан факультета? Говорит, когда будут дети, приводите к нам. И я могу сказать, что двоих детей своих тоже отправила в университет, они тоже окончили наш университет. Поэтому выполнила указания декана, все получилось так, как он хотел. Ну, а после распределения, это, естественно, научно-исследовательский институт. Очень молодые, амбициозные люди. Был создан в то время институт прикладных физических проблем. И вот вся молодежь талантливая, так сказать, ну, так я бы сказала, сливки выпускников. Много было? Около тысячи человек был институт в то время, где-то 800, вот где-то вот так вот. И хорошие научные школы, я, в частности, была. Сильнейшая база? Сильнейшая база материально-техническая, школа Дмитрия Степановича Умрейка, школа по оптике. Вы знаете, это вообще такая вот серьезная школа, которая у нас традиционно была в Беларуси. Вот, ну и рядом, имея, как говорится, профессиональных коллег, конечно, ну, грех было не защитить кандидатскую диссертацию, вы сами понимаете. Ирина, а как вы с генетикой, биотехнологиями столкнулись? Ирина, наверное, подруга пригласила, подруга не поступила, а вы прошли. Нет, я с детства очень увлекалась биологией, и нужно сказать, что мои родители всячески поддерживали мое стремление. Тоже ученые? Покупали книги, нет, у меня мама врач, папа военный. Ну, это ученые? Да, и книги покупали, однажды на день рождения, подарили мне микроскоп. Ну вот, с этого микроскопа начались сначала маленькие открытия, потом большие, и потом, как сказала Татьяна Алексеевна, лучший буз страны, надо идти туда. Затянула, потому что там микроскопы куда больше, чем подарили. Вот интересно, насколько охотно молодежь сейчас идет в науку, но об этом мы узнаем во второй части нашего разговора, сразу после гороскопа, не переключайтесь. Мы снова в студии нашего утра, пьем кофе Якобс. Мы пригласили сегодня в гости заведующую научно-исследовательской лабораторией молекулярной генетики и биотехнологии, кандидата биологических наук Ирину Феклистову и доктора физико-математических наук, начальника главного управления науки БГУ Татьяну Дик. Доброе утро еще раз. Совсем скоро будем праздновать День белорусской науки. И мы остановились на вопросе о том, охотно ли молодежь сейчас идет в науку или все-таки привлекают другие профессии. Или по-другому, скажем, какие способы есть вовлечения молодежи в науку. Ну, на самом деле, вот то, что вы говорите, это задача, которая стоит в университете. Ну, понимаете, что будущее, естественно, за молодежью. И, конечно, нужно максимально создать условия для того, чтобы ей было интересно прийти туда и остаться в этой науке. И поэтому в университете очень много внимания уделяется именно этому вопросу. Потому что, вы знаете, можно наукой заниматься, как писать дипломную работу или курсовую. Ну, это, так скажем, накатанная традиционная процедура, которая позволяет вместе со специалистами получать какие-то научные результаты. Мы вот говорим именно о той науке, которую делают молодые люди в свое свободное время. Когда у них в какой-то степени пробудился интерес к этой деятельности, и они хотят сами что-то сделать. А кто свежует интересы, вот эти уколов, у Иванова интерес появился. Давайте, давайте, завалечем. Вот, вы говорите правильно, но для того, чтобы было интересно, ну, вот как мы пошли, каким путем. Мы создали, так скажем, конкурсную основу. Значит, у нас есть конкурс лучших студенческих работ. Есть научных работ, есть конкурс лучших студенческих научных коллективов. Есть конкурс научных кружков. То есть, вот этот такой, скажем, здоровый дух соревнования позволяет определить лучших и примировать. У нас есть финансовое средство для того, чтобы мы получили наших молодых специалистов. Есть студенческие... За деньги. За деньги. Конечно. А это тоже мотивация, я вам скажу, потому что все молодые люди... Или так, поступив в кружок, получишь пятерку там на колоквиуме. Нет? Нет, такого у нас нет. Вот за деньги. Умный, на. Нет, вы знаете, ну здесь же, вы сами понимаете, речь идет не о деньгах, а именно о духе конкуренции. Когда, кроме того, что ты победитель, и тебе, так сказать, какое-то звание присвоено, и ты можешь гордиться этим званием, у тебя еще есть возможность получить какие-то дополнительные дивиденды в виде премии. Но это помимо учебы? Учеба отдельно? Вот именно это мы и разделяем. Учеба это учеба, а это именно отдельная научная деятельность. Поэтому вот это вот конкурсы позволяют нам определить лучших. Как празднуется обычный день белорусской науки, Ирина? Расскажите, это опять же форумы обсуждения, доклады или... Или как принято в православии к столу, господа ученые. Наверное, более полно все-таки может ответить Татьяна Алексеевна. Я могу сказать лишь о том, что традиционно, конечно, проводятся выставки, посвященные достижениям. Существляются встречи с учеными, всяческие различные мероприятия, на которые могут присутствовать... Концерт, банкет. Концерт есть точно. Я сейчас расскажу про концерт отдельно. Расскажите про концерт. Как проходит концерт? Расскажу концерт. Извините, что я вас, наверное, перебила. Концерт проходит тоже очень интересно. В прошлом году тоже был... Силами несткома? Нет, новый формат. Наши студенты, которые учатся и достаточно успешно учатся в университете, они еще очень талантливые люди. И вот вчера, например, были музыкальные представления, именно наши студенты пели, танцевали. У нас же очень много, так сказать, танцевальных танцев. Не пошел в ученые, не попало в ученые. Давай в артисты. Ну, как они поют? Вот я вам честно скажу, что... Талантливые люди талантливые. Они талантливые. Во-первых, очень красивые все. Молодые, красивые. Настолько красивые голоса. Это живые голоса, понимаете? Это просто и песни, такие, знаете, с патриотическим содержанием, но это вот то, что, говорят, за душу берет. Это вот как раз тот случай. Поэтому, если у вас будет возможность посетить университет и послушать, как поют наши коллективы художественные, вы получите колоссальное удовольствие. Знаете что, вот в Америке, да, если вот парень, допустим, серьезно играет в баскетбол, он может поступить в университет. А если вот красиво петь, можно в ученое попасть? Можно. С младшим научным сотрудникам, с полумладшим там. Вы к нам приходите, приводите, приводите. Простых, хотя бы простых по лаборатору. Да хотя бы приходите. У вас будут все возможности созданы, вы поймете, насколько это интересно. Летина Анательна, Ирина, позвольте еще раз поздравить вас с профессиональным праздником. Передавайте поздравления от телеканала УНТ всем вашим коллегам. У нас в гостях за чашкой кофе Якобс были заведующие научно-исследовательской лабораторией молекулярной генетики и биотехнологии, кандидат биологических наук Ирина Феклистова и доктор физико-математических наук, начальник главного управления науки Белорусского государства университета Татьяна Дик. Субтитры создавал DimaTorzok